Аллегрия Pictures Films В содружестве с кинопроизводством Ярослава Левашова Далеко от одесской киностудии Без поддержки Бразерс По мотивам программы «В мире животных» Представляет Мне было так грустно Тогда давай набери баньку и перезвони мне Поехал покупать автомобиль Попал в грузскую баню Итак, ребята, у нас сегодня такой достаточно необычный выпуск Мы поедем смотреть и покупать автомобиль Мы находимся в Испании И Ян мой оператор сегодня А я эксперт Яна, который будет смотреть автомобиль Подобного же класса Находится в Альканты, продается чуть дешевле рынка Поэтому надо посмотреть, что у него и как С кузовом, с мотором, с ходовой Так в первом приближении Ну и надо немного привыкнуть к передвижению на подобном транспорте Потому что я на автобусах, честно говоря, давненько не ездил И для того, чтобы хотя бы не выглядеть полным профаном Доеду до осмотра машины на подобном транспорте Так он бедненький, без люка, без всего Тот тоже бедный, да? Да, тот, во-первых, постарше немножко Это 2017 года А этот у нас 2020 года он практически Но вам нужен, я так понял, просто еще один разъездной Чтобы было за эти деньги, я так понял, грех упускать Но есть большая вероятность, что есть все-таки, ребят, какой-то косяк с той машиной Еще непонятно какой, но подозрение есть достаточно твердое Друзья, в процессе передвижения стали гадать, какие же нужны права для того, чтобы управлять 9-местным вэном, на котором мы сейчас едем Пришли к выводу, что Яну, наверное, ехать безопасно, потому что у Яны есть права на управление грузовиком, да? Да, у меня права, кстати, я могу управлять грузовиком до 15 метров еще в далеком, в 98-м году в Израиле получили Короче, водитель грузовика сел за руль, а рядом с ним эксперт по подбору автомобиля Едем покупать старенький минивэн, ну, относительно старенький, 3 года И во всей этой ситуации нетипично еще не только то, как мы едем, на чем мы едем и куда мы едем Ну и погода, потому что, видите, погода облачная у нас прямо вот, можно сказать, без прояснений На Коста-Бланка это нечастое явление Обычно солнечно, вчера было плюс 27, яркое солнце, а сегодня вот облака Он сказал заброшенное, он просто сказал заправка Замечательное место для встречи Да я, будет, осмотрюсь хотя бы Кстати, ребята, вы знаете, что такое Mudanzas на испанском? Это переезды Вот такой занимательный испанский в нашем сегодняшнем видео В пасмурном Аликанте Ну, встреча на заброшенной заправке это что-то Ну, кстати, мост есть, покупать машину под мостом это добрая традиция Но на этот раз не у русских покупаем, вроде у испанцев Вы не смотрите на внешний вид Вы знаете, какую ее воду? Вон какие-то стоят, на нашу сторону показывают, смотри на этой, на красной Ауди Ага, ну, кстати, да, на машину испанец Позвони? Сейчас, нормально Ваш, как говорили? В каком-то? В этом году в город. В каком-то году в Газелинерах а но и у у у у у у у у но мы давно не можем драма но мы не можем раздражать 360 я уже забываю, я хочу сказать. Я что-то с удовольствием, но папа, ну, это было что-то, что я не потеряю, нет, я не знаю, что я в это дело, да? Да, но я решила сказать, что это остановлено, да? Да, да. Я, что-то, что-то я, поэтому я не покажала. Хорошо, а то, что часов, примерно, на 12 часов? Я calculo, да, 1 час, 2 часов, как много, не думаю, что это время. это вообще не испанец ты как вообще ты разговаривал с ним до этого ясен разговаривал мы договорились 10.30 утра на заброшенной заправке на объезде поликанта мы покупаем на колесах покупаем этих в своем уме на самом деле история история становится интересно еще потому что тут можно теоретически купить машину хорошую у человека который не очень хорошо воспринимается испанцами и он продает дешевле я купил своего жигули 11 только потому тоже у цыгана перекупщиков потому что никто не хотел у них покупать я кстати не раз покупал в москве у кавказцев у перекупщиков машины дешевле но достаточно неплохие они достаточно разумную дельту оставляли и можно было купить нормальную машину потому что другие боялись не купить просто если машина живая по документам у тебя есть кому попросить проведена конечно мы проверим а технически проверю я ярослав левашов автокритик эксперт по оценке автомобилей на самом деле проблемы нет но история становится интересной и банальный осмотр автомобиля уже передастать приключение человеком договорились вчера созвонили здесь 30 на какой-то осенней сейчас что-то с папой случилось он извиняется ему надо уехать полтора часа докрашивают в камере сейчас сушат или там или какой-нибудь герметик марут где масло течет нам это увидим все так раз для предлагаем может мы тогда поездим покатаемся где-то может соседний городок за пара часов он сказал вот как полтора-два часа но зная испанцев а еще лучше зная испанских цыган наверное это все будет приехали в аликанте я не знаю на въезде в аликанте в принципе мы сейчас на автобан за погода не очень что-то снимать еще но мы можем что-то еще поснимать у нас сегодняшний день дневник у нас камера включена и вот надо снимать жизнь поехали я не знаю поесть кстати нигде да сейчас окрытие все рестораны закрыты будем есть где-то что-то что-то на вы нас давая я бы кстати съездил вот может рядышком с бенедормом бенедорме мы с тобой были мы не были еще в альбире очень красивый городок просто пройдет на заведе снять вот что-то ну да не может быть в принципе на два часа есть поэтому и в офис говорить и заехать еще надо сейчас мне забрать документы нужны и поедем погуляем поехали ну раз он сказал здесь встречаться он точно где-то здесь живет рядом здесь как раз есть кстати цыганский район ну вообще сам по себе такой район до сервисы какие-то тойеры в этом районе мы тут к мама мы тут к мамам камиле Я, кстати, свою BMW даже купил у цыганов, да? Вот этот? Ай-3, да? Я купил прямо у цыганов. В Мадриде у меня две серии про это есть. Точно такая же история, как у нас сейчас с тобой. Я почему и загорелся поснимать, потому что непредсказуемо. Друзья, пока Ян ставит точку на навигации, вышел, хочу для вас снять немного район с квадрокоптера и вот вам такие тут автомобили. Тоже, между прочим, классический автомобиль не только русскоговорящего иммигранта, но и вот, наверное, таких людей, как сейчас нам отвечал по телефону. Слушай, спинка не регулируется, да, здесь? Нет, не регулируется. А у тебя регулируется? Поэтому да, сиденье. Все-таки серия про микроавтобусы. И я к тому, что у меня спина уже затекла, смотри, она практически вертикально стоит. Но почему вот здесь не сделать рычаг, почему? Да, почему вот эти неудобные, кстати, вот сзади удобнее сидеть, чем здесь. Ну, не буду я сзади сидеть, вроде как-то, да. Едем вместе, общаемся, слушай, ну, вообще жесть. Ну, понятно. А, hashtag, najpier, неSpoop. А, hashtag! Подожди немного, мы тут выренщина. А мы на пача вам, а мы на пача вам! Сои сын плюс вэто, гожи ты вьяка. привет 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 мы поехали снимать и короче обломались из-за погоды у нас такая история мы с ярославом приехали машину посмотреть совсем рядышком здесь на заброшенной заправке уже звучит интересно приехали в 10-30 как договаривались а чувак отвечает говорит что уехал срочно не может в общем у нас есть полтора часа свободного времени хотим поехать соседний городок снять эльбир поехали с нами тогда чего действительно он камера прямо стоит уже тут можно сказать битва блогеров битва блогер а ты у тебя собой олег твоя техника собой себя да ну тогда у нас все все переходит в профессиональную съемку мы теперь кристиан теперь поддержка эти что есть у нас человек который продает на машину а подождать папой случилось и подождать через полтора два часа человек очень мутный на поддержка не помешает да бери все с собой меня дрон тоже есть но пусть будет счет мы едем как у города albert я вот не помню был я в альбире или нет очень красиво потому что что Альтею вы снимали, да, я так понял? Альтея, ссылка на Альтею где-то вот здесь вот сейчас у вас. И вы можете перейти, посмотреть этот городок, наверное, в формате таком именно туристическом, ярком, солнечном, цветном. А у нас такое все прямо практически черно-белое сейчас в тоннеле. Да, у нас остается справа туманный Бенедорм. И мы едем дальше, направление на Валенсию по своей сути, но мы немного дальше за Бенедорм. И там те городки, которые мы вам еще не показывали. Ничего значимого в них нет, но чтобы отметиться, надо все-таки где-то когда-то было снять. Потому что на отдельную серию для тех мест, куда мы едем сейчас, материала не наберется. А вот так вот заехать, посмотреть, показать, самое время. Ребята, нам повезло, место завтрака нашли. Разорили водителя, компания «Алегрия». Я передаю этому человеку привет. Обещаю возместить потраченные. Нашли тут конфеты, батончик. И объезжаем в город. Андрей, прости нас. У вас, ты знаешь, Андрей, прости, я съел твой батончик. Между прочим, проясняться начинает. Ваша съемка могла бы состояться, да? Могла бы, но она уже не состоится. Да-да. Состоится только наша покупка автобуса. Слушайте, ну симпатично здесь. Очень симпатично. Ну, дорожка велосипедная прямо идет посередине. То есть здесь, если велосипедист едет, то все, все будут тащиться за ним, потому что он вот тут будет самый главный. У нас теперь профессиональная съемка с микрофонами будет, да? Снимали вроде блок, как мы покупаем машину. Надо сейчас звонить. Ну, на море выйдем, и уже пора звонить. Только приехали, пора звонить. Давай кофе убьем. Снимем хотя бы городок здесь чуть-чуть, да? Давай, давай. Потом будем звонить. Все, наша сегодняшняя серия становится красочной, солнечной, появляются детали. У нас появился оператор, который снова наш жизненный влог делает красивым фильмом. Здесь огромное количество хороших ресторанов, баров. Причем на пляже, все вдоль берега. И еще здесь можно гулять пешком с Альбира в Алтею, переходит и так далее. На самом деле стильное очень место. То есть по побережью, среди маленьких городков, и не самых маленьких, можно идти прямо по берегу пешком. Правильно? Да. Ну, место очень классное, с хорошими чилаутами, с хорошими кофейнями, ресторанами. Другой класс курорта по своей сути. Смотрите, и все, какое стильное место. И тоже все кофе продают на вынос. Все работает, музыка стильно, классно, да? Ну, как-то здесь пожилее, да? Тоже хочу сказать рестораторам, те, кто нас смотрят и живут в других городах, и у них все закрыто. Берите пример, мы прошли в второе заведение, они работают, играет приятная музыка, люди стоят, заказали кофе, какие-то напитки. Подожди, но запрещено же работать рестораном? А мы нас разрешено. То есть они просто поставили столики снаружи? Поставили столики снаружи, так как мы стояли. И не теряются, все работает. Все работает, приятная атмосфера. То есть вместо того, чтобы сидеть пессимистично, у нас все закрыто, нас закрыли, они продолжают работать и зарабатывать деньги. Кто хочет, тот зарабатывает. 100%. Ну, ребят, вот это вот набережная в Альбире. Очень, очень такая приятная, красивая. Кстати, пляжи, вот хочу заметить, здесь пляжи единственное, что... Галичные. Да, здесь галичные, не песочные, но чистейшая вода, просто чистейшая. Вот здесь природный заповедник, чуть-чуть дальше нужно пройти. Там есть пеший маршрут, я не помню, сколько он километров, мы несколько раз сходили. Очень красивый, то есть ты идешь вот в горы, у тебя потрясающий вид, очень классно. Пенсионеры в основном, но это сейчас, потому что большая часть людей, я думаю, которые владели своими апартаментами здесь, и они приехали сюда, когда начались эти карантинные вопросы. Многие люди, я думаю, просто переехали на это время сюда жить, и это логично. Появилась большая концентрация даже пенсионеров. Здесь очень большая комьюнити норвежская, больше всего вот норвегов. Именно здесь Альбир, Альфас-дель-Пи, и, конечно, Теревеха, где тоже их очень много. Сколько стоит вот в таком доме квартира с видом на море? С видом на море. Прямо в Альбире, смотри, это такая центральная набережная, да? Я думаю, 200 плюс. На самом деле... Ну, нельзя сказать, что очень дорого. Я думал, там 300 плюс. Нет, нет, есть варианты 200 плюс, но это старый фонд под ремонт. Смотри, вот там вывеску вывешивает сразу человек. Где? Ну, пойдем, звони, трассу забуду. Да, прям рик не может балкона. Да. Так это как бульвар звезд получается, да, здесь? Это же актеры? Это режиссер, по-моему, да? Педро Пельмадавар. Год 1996. Я сразу под ноги не посмотрел, а оказывается, идем как в Голливуде. Испанский Голливуд. Вернее, Коста-Бланкский Голливуд. Кармен Маура. Ну, как и в Голливуде, половину Академии Кинематографа можно, а в Голливуде я вот половину имен не знал. Наших зрителей видят здесь кого-либо известного для себя, потому что у каждого свои звезды, как в жизни, так и на экране и в музыке. Здесь, наверное, больше половины. Да, вот здесь я больше половины не знаю. Здесь Пальма, здесь Панки в основном. Бариса Паредес, Пернандо Коломо. Кстати, довольно так основательно сделаны, выложены это, то есть это не временные звезды. Прикольно. Академия Криво. но вообще здорово на этом пляже друзья что он если смотреть на панораму так вот вперед тон белого цвета галька да согласен не песок но белый пляж белого цвета для меня как жителя коста-бланке это непривычно для нас если пляж все-таки желтый продавать нам похоже никто не хочет трубку не берут он вешает просто сейчас что-то ему набираешь он сейчас выронит телефон с проклятиями вместе с вешая одновременно вот это объявление это же он же и вешал не продали квартиру вот так кстати и происходят какие случайности в жизни да потому что сейчас можешь дозвониться узнать узнать стоимость через час или через день тебя позвонит кто-нибудь из клиентов скажет хотим в альбери квартиру ты скажешь как раз случайно узнал и состоялась сделка а потому что человек просто не взял трубку могла не состояться это вот вся жизнь из случайностей либо положительных либо отрицательных это уже второй вопрос но трубку надо брать всегда положь трубку положь трубка круто мы записали звонок кристиану все машина продана вообще горит что не существует может быть когда еще недавно мы с ним говорили не не бери еще раз сбрасывает или так короткие гудки идут еще раз пробуем можно сбрасывать может занять по ходу дела наша неудача также постигла парней мы сегодня ничего не сняли они машину не купили таких случаях кстати нередко бывало когда уже машину показывали какому-то другому человеку то есть теоретически он мог просто придумать какую-то ахинею потому что кого-то ждал кто-нибудь сказал даю больше значит такие тоже истории бывают да здесь берегись велосипеда да есть берегись автомобиля а у нас фильм берегись велосипеда когда ты не уверен что твоя выделяется среди других автомобилей просто надо сделать вот так но хоть не сбрасывает извините Привет, Кристиан, я Ян. Привет, Ян, скажи. Как дела? У меня уже два часа. Да, но давайте посмотрим, Ян. Эта маньяна я видел байо и я купил футбол. Я уже купил байо. Но как это может быть? Мы помним, что мы не увидим, а потом мы говорим, что у тебя проблемы с твоим папой. Я купил байо, который мне предложил деньги. Я купил байо и я купил байо. Я купил байо. Да,эше интересно. Я купил суть традиции, а просто Goodnight, крутых тебя вкатänner. Я типичaluичкар спасибо. Я иду пою home. erve хэро Эта она не интерес coи как? Я искать дорогу. Я иску футбол. Этот аналог. Доброе утро! Мы собираем фурганш-техать Мы потеряли время с тобой. Нет, нет, нет. Палавра Гитана, нет. Все это так, я действительно. Хорошо, Крисиан. Я оставлю. Пока. Если ты хочешь, ты знаешь, только тебе нужно звонить. Да, я оставлю номер. Пока. Он продал машину, представляешь? Он продавал ее, как раз продавал. Ему предложили больше цен. Я прям угадал. И он продал машину и начал мне предлагать какой-то Сеатый бизнес 92-го года. Слушай, я думаю, мне показалось. Я думаю, мне показалось. Сеатый бизнес, а помимо этого он еще продает там старые телевизоры, подержанные мебель. Я слышал что-то. И говорит, запиши мой номер, если что, звони. Слушай, было бы смешно, он все-таки цыган. Он сказал, что он цыган. Было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что я не понимаю смеяться или плакать. Мы реально день провели. А что мы снимали? Сняли город Альбиро, поездку за автобусом. Какую серию из этого делать? Думаю, может позвоним сейчас ребятам, Жене и Андрею. Поскольку они в этом регионе лучше разбираются и узнаем хоть что делать. Давай что-нибудь снимем еще. Потому что день уже по-любому. Мы сейчас приедем к себе и день закончился. Сейчас позвоню Андрею и Андрею. Диалог с продавцом, которого мы так и не увидели. Я надеюсь, никогда в жизни больше не увидим. Но я даже не знаю, была ли машина или нет. Скорее всего была. Он сказал, что он продал за наличку и мы дали больше денег. Видишь, он не стал говорить о том, что он показывает машину. Он побоялся. Это типичный прием продавцов автомобилей. Когда они не говорят, что машина сейчас показываю. Потому что потом люди спросят. А почему у вас ее не купили, кто смотрел до вас? Он говорит, я занят, у меня папа, мама, бабушка. Там машину не стали брать. Соответственно, он показывает. Типа он освободился. Вот в этом была фишка. Он показывал машину другим людям. Скорее всего, да. Видимо, ему предложили больше суммы, чем мы. Да ему с ней, на самом деле. Жалко только одно, что хотели машину поснимать. И на этом фургоне теперь ехать назад. Сейчас позвоним. Алло, Андрюх, привет. Привет. Слушай, тут такой цирк. Мы, в общем, приехали с Ярославом машину снять. Посмотреть хотели купить. А продавец нас продинамил. В итоге машину он продал дороже. Мы в Альбире немного поснимали. Вот думаем, нам не хватает что-то снять уже. Поскольку день наполовину прошел уже. Куда можно поехать? Рядом с Альбиром. Какие-то места, может, что-то рекомендуешь? Слушай, мне очень нравится город Храве. А там в Храве, кстати, есть классная база. Может, побаим? Банька? Сейчас, подожди. Спрошу у Ярослава секунду. Ну, он слышит? Так она сейчас, то мы успеем сразу? А мы сейчас успеем? Что они примут нас? Я думаю, да. Сейчас позвоню ребятам. Они все подготовят. Пусть узнают. Работает? Тогда давай сделаем так. Ты набери сейчас ребята, перезвони мне. Мы сидим в машине, краж ждем. У нас четыре человека. И если что, давай тогда с Женькой присоединяйся. Поехали. Хорошо. Мы как раз едем в сторону. А, ну супер. А мы рядом, мы в Альбире. Тогда давай набери баньку и перезвони мне. Давай. Пока. Пока. Здесь в бане что ли? Нет, ребят, вообще Женя прав. Нет, все понятно. Ну, вообще, конечно, от фургона к бане это сильно. Поехал покупать автомобиль, попал в русскую баню. Сейчас, секунду, Андрюх. Секунду, секунду, секунду. Все, слышите? Ну что, дозвонился? Да, все, нас ждут. Через час все будет в лучшем виде. Отлично. Ну, мы поскольку здесь рядышком можем... На улице строителей мы. На улице строителей мы. На улице строителей. Мы с друзьями ходим в баню, когда машину не удается купить. Мы всегда ходим в баню. Понимаете, у нас традиции. Мы с друзьями ходим в баню. Ты уже в курсе, что мы в баню едем? Да. Ты еще не в курсе? Сейчас расскажем, обалдеешь. Смотри, мы тогда выезжаем в Хавею. Кинь, пожалуйста, точку мне на WhatsApp. А по дороге мы заедем в супермаркет. Есть тут русский магазинчик в Балке. Ну, это единственный вариант. Как расслабиться? Да. Все, тогда жду точку и мы едем. Обзор автомобиля перешел в туристический обзор Альбиро. Да, да, да. И в итоге русский магазин и баня. Я боюсь представить, что может быть потом. Ну что? Сейчас продадите что-нибудь еще. Подходят люди и говорят, вы иммобилярия? Я не говорю, что тикток. А, сейв? Иди выходи. Пойдем. Иди давай с дедушкой видоской. Он подписчик в тиктоке. Да? Подписчик? Говорит, я вас в тиктоке смотрю. Вот так, друзья, социальные сети и даже тикток объединяет людей. То есть, тиктокер Влад. Тиктокер Влад. Сегодня невероятный день вообще. Сейчас подойдет нам человек и скажет, я Кристиан. Я все-таки пришел извиниться и это вам бутылка молдавского вина. Ребят, прикол в том, что мало того, что они смотрят в тиктоке, мало того, что они увидят, что автобус с рекламой иммобилярии. Они еще предлагают сейчас по своей недвижимости какое-то сотрудничество. Но что наш оператор Олег спрашивает, а машину вы случайно не продаете? Вы еще по-русски говорите? Круто. Все это в бене. Все это в бене. Все это в бене. Все это в бене. Все, что не может продать в мире, это женщина. Это? Не может продать, потому что никто не будет ее купить. Она должна ее подарить. А вы откуда? С Львовом. Я родился тоже в Венеции. И вы как в индийском кинофильме все танцевать начинаете делать? Для тиктока? Да. Хочешь продать недвижимость? Он сам с Каталонией, но живет в Бенедорме. У него есть недвижимость, что-то наподобие замка. В сельской местности Хаса Рураль 11 века. Тогда давай снимем видос. Снимем видос, когда откроют границы. Он сейчас напишет свой сайт, где это можно будет посмотреть. Здесь просто высота потолков. Мы можем видео записать. Когда можно будет передвигаться, с удовольствием сделаем хорошее видео. Супер. 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 Супер или нет? Супер. 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 Я вам хочу сказать, что не надо искать приключения. Приключения найдут тебя. И когда мы говорим о том, что видео о покупке фургона не удалось, мы даже не знаем, что нас ждет еще впереди. Понимаешь? Поэтому у нас ждет русский магазин, русская баня. Ну и улица строителей, очевидно. Я уже тоже поюсну. Что ты не понял? Только твоя параду, корешка. Я тебе говорю, что ты не палаешь наркотик. Давай. Ну вообще смотри, есть Люба звезда Ютуба, а у нас есть Влад звезда ТикТон. Как выяснилось. Звезда Ютуба, выложила в сеть подруга тварь. Ой, Люба-Люба, звезда Ютуба, миллион просмотров за январь. Поселилась Люба за полярным кругом, ест консервы и на лыжах ходит в туалет. Там, где снег вьюга, там, где нет Ютуба, и любви народной тоже нет. Слушай, как погода меняется, да, и опять все в тумане. Только что было солнце. Только что ехали, наслаждались пейзажами практически такими тосканскими. Направо здесь, да? Вот здесь прямо? Да, здесь направо. Возможно, потому что ушли как-то в горы или вниз. Да, ниже, выше. А здесь прямо вот зима. Снова. Так, здесь только платная парковка, надо закинуть денежку и пойдем. Почем парковка в Кальпе? А ну вот написано, 20 минут 25 центов, час 85 центов. Вот здесь пиво точно? Вот пиво. А, вот это пиво. Так, знакомое вот небожское пиво. У нас в прошлый раз зрители раскритиковали, что мы все неправильно взяли, что надо было брать его по 20 центов, как испанское. Так, филе Елены кто иметь хочет? Ян, ты же знаешь, сколько не берешь, все равно два раза бегать. Пожалуйста. По проценту. Поэтому, может, ботолочку водки есть? Все-таки. Чтобы не бегать. Это лучше было. Женщина рекомендует, она знает. А холодика есть? Водка. Водку холодную не пьют. Зачем холодную? Потом не чувствую, брат. Ха-ха-ха. На области? Да. Лайфхак. Да. Спасибо тебе, Кристиан, цыганский продавец автобуса за наш прекрасный день. Да. Значит, сейчас всегда у зрителей возникают вопросы, как так пить за рулем? 0,3 промилле. Для нормального человека обычные комплекции взрослого. Это примерно пара бутылок пива. И это разрешенная норма алкоголя в крови в Испании. Ну, или там бокал или два вина. Многие за обедом здесь и в панце. Еще один плюс жизни в Испании. Да. Кристиан. Кристиан. Короче, ребята, если вы увидите на дорогах автобус с надписьми Аллегрия, держитесь из него подальше. А светомузыки нет сзади? Нет, а по дискотеке. Да. Вот тебе, а по дискотекам... А по дискотекам, это было пьяное, пьяное дискотекам. Пьяное вечеринка. Вообще виды, конечно, такие прям итальянские, на мой взгляд, сколько проезжал Италию, и каждый раз вот ребят на вот таком формате. А то вам что так смешно. Орехи насмешили? Я говорю, снимай, снимай, там, снизил. Мы все заезжали. А куда заезжать? А какой дом? Белый. С белым забором, с зеленью. Приключения продолжаются, ребят. Приехали в баню. Что день грядущий нам готовит? Надо было с утра говорить. Звон пошел. Я так понимаю, что в компании «Алегрея» людям только дает сигнал, да, и все. И они уже в бане. Сразу готов. Андрюха, а у нас что, сегодня обзор дома? Мы продаем дом? Я запутался, что мы сегодня продаем. Привет. Мы сегодня продаем баню. Купили машину или нет? Не объясни, нет. Цыган потерялся, не отвечал, а потом, когда дозвонились, он сказал, что я продал, что машину... И предложил Сиат Биберска. Сиат Биберска 92-го года. И предложил Сиат 92-го года. Ну вот я говорю, да, человек в халате. Машины «Алегрея» тут скучковались. Утром ехали на съемку. Давай, давай, Жень. Да, утром ехали на съемку. Так, левая часть. Часть официальная, банная. Банька, ты заметьте. Типа, да. Жень, ты должен говорить, ну я бы перепланировал, я бы сделал здесь кухню, дальше салон. Я тебе так скажу, мы с Андреем сели вот на вот эти два замечательных кресла. И говорим, банька маленькая, мне надо ее расширять. Но учитывая, что она новая, поэтому я думаю, что пока... Слушайте, ну жизнь налаживается. Спасибо Кристиану, продавцу фургона. Да, да, да. Просит, Саша. Ну туалет там вот только для... Вот, а туалет вот здесь он подержит. Да, чтобы сразу проходить новый дом, поэтому все постепенно. Очень приятно, Наталья. Очень приятно. Да. Которая нам сейчас проведет экскурсию. Банчик Андрей всегда готов. У меня веники там. Да, да, все. Как король новостроек. Наталья. Какой запах, класс. Запах вообще. От дрог, от дрог. А чем топите, какие дрова? Мы взяли это... Мы обычно берем дуб и бук. Ага. Этот раз бука больше привезли. Класс. Но пахнет березой. Дуб и дуб одинаковый. Веники, дуб, березовый. Березовый. Влад, веники березовые. Зря мы не взяли водку березовую. Березовый. 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 Класс. Красивый. Мы как китайские туристы. А это все сдается. А, то есть можно приехать с ночевкой. С ночевкой. Нам и приезжают с ночевкой. Продолжение следует. Вот именно так. Это же этот. Это же... Доповедник. Он сломает. Вот этот? Да. А в Верхиндель Ремедио такая улица есть. И квартиры там по 35 кг. Остается в 30-40 кг. А на улице строителей почем? Квартиры. Завтра узнаем. Протопи ты мне баньку по-белому, я до белого свету отвык, угорю я. Два, три. Это свежий урожай, это с предыдущего хозяина. А-а-а! Со скидкой! Я просто не буду с мальчиком. Зависит от ваших финансовых возможностей. Смотри, как все крыли тут. А ты кто? Ты какой-то французский похожий. Я французский. Это пират. Жень, ты где? Женя красноармеец. Еще один красноармеец. То есть мы все-таки красноармеецы. Я понял. Что ж, какая темпность, это хорошо-то сенс. У-у-у-у-у! Сараночка. Пропитариус Кутурус. Вот так работают риутеры в Испании. Так они отдыхают. Нет, они так работают. В рабочий день. Да, кстати, чередверк. Или что у нас? Чистый чередверк. Чистый чередверк, кстати. Давай. Гоу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мне пишут, как и тут А я нормально, супер гуд Супер, супер, супер гуд Я нормально, супер гуд Супер-супер-супер-гуд Я нормально супер-гуд Хорошо в деревне летом Окончен бал, погасли свечи Но бал окончен только снаружи Один вилли без телефона с чайником Алло Сколько лет прошло, все о том же Гудят провода Все того же ждут самолеты Девочка с глазами и сама Вперел? Власт потерялся Тает под огнем улема А где Власт-то? Так, Вилли Вилли, Хуапасова Хуапасова? Хуапасова? Тает под огнем улема Ахахахаха Закончилось все пиво в бане Ну и собственно вообще весь алкоголь закончился Но мы не отчаиваемся Наливай Будешь лучше? Залей тебе немного Будешь? Давай Все Увидимся Кто-нибудь еще узнает меня, может быть? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok